Добрый день, дорогие друзья, и мы вас сегодня приветствуем на футболе. Как было верно замечено в одном из футбольных пабликов, не буду скрывать, это Рубиновский, и говорю про главную, конечно же, группу, главного клуба Казани, который играет в российской премьер-лиге. Наконец-то мы возвращаемся к клубному футболу, но футбол клубный, он бывает разных уровней, и вот даже в UFL была небольшая пауза. Хозяев сегодняшней встречи Казанского Рубина. Рубин традиционно в бордовой форме, в этом сезоне она необычная и красивая, о ней, кстати, я тоже расскажу, если вам будет интересно, но, как говорится, по одежке встречают. И стартовый свисток дан, разыгрывают футболисты ФШМ. Еще одна попытка атаки ФШМ, через правый фланг, но тут же его накрывают, правда, здесь передача проходит, подка защитника неудачный, и какой удар-то получился у Гончарова. Буквально недавно мы наблюдали шедевральный гол Джики в матче за сборную России. Ну как, шедевральный, там не только Джики исполнил Ибрагимовича, да, там и Смолов пяткой отдал передачу. С Наполи, там Понца, нападающий Спартака, нарушил правила, при том, что не только, ух, еще один удар, это уже третий в створ, и по воротам Рубина уже удара три нанесли, и по воротам ФШМ нанесли три удара. Слушайте, если такой футбол мы сегодня увидим, то мяча от ворот успокоить, да, на вратарском слонге успокоить, значит, где-то как раз водички попить, где-то шнурки завязать, чтобы непосредственно... А это не вторая или желтая? Это вторая желтая и красная карточка. Вот такое вот начало у нас игры, ведь полтайма всего прошло. И что интересно, ведь Моросинский, он не только третий раз фалит на Капитане. Часто игра 3 на 5 забивала не по одному, даже, я хотел сказать, мячу по шайбе. Конечно, вот тут очень опасный момент у ворот Рубина, но как же хорош Долженко, выбегал буквально на рандеву с ним, а Куев Адам и пробил-то точно в притирочку со штангой. Мяч забирает. Ой-ой-ой, здесь очередной опасный момент, и выходит Долженко и фалит. Ну что ж, сегодня самый настоящий матч желтых карточек. Продолжается атака футбольной школы молодежи. Еще один заброс, успеет ли слева, и не получается. Но что такое? Это пенальти и везение Рубина заканчивается. Давайте смотрим повтор. Ой-ой-ой, но... Удивительно, во-первых, как арбитр прощает такие нарушения, а во-вторых, удивительно, как до этого Рубин не пропустил момент, Долженко! Вроде бы вытащил, тем не менее. Пропускает, и ФШМ выходит вперед. Давайте посмотрим повтор. Угадывает Долженко, и казалось, мяч этот забирает, потому что как-то не уверенно... Не то, что не уверенно, а не так сильно дальний угол второго номера своей команды. Опять же, посмотрим. Еще 8 минут до конца первого тайма. Есть очередной момент. Акуев под левую, Долженко! Пока что 2-0. В таком заочном противостоянии будет московская дерби. Локомотив Динамо, 18.00 на Сапсан-арене. Я думаю, сегодня день действительно футбольный. Там же параллельно российской премьер-лига угловой. Вот и момент Рубина. Билл сейчас. Вам это тоже пообещают. Второй тайм будет еще интереснее, чем первый. А пока перерыв. Максим Сыщенко, 59-й. Даниил Гончаров, 15-й. Юрий Зайцев, 21-й. И Адам Акуев, номер 10-й. В самом конце первого тайма получил желтую. Тут же момент был Рубина. Такая возможность у Адели Тешкина была. Правда, снова он ей не смог воспользоваться. Ну и давайте посмотрим. Этот момент хорошо на грудь принял. Убрал под левую, снова под правую. И сам в своих ногах запутался. Тоже московское дерби, где Динамо проиграла. Армейца мыли. Еще один момент. И тут же Рубин сравнивает счет. Вот какой гол, а? Вот только мы говорили о том, что Рубину нужен один момент. И они забьют. И не ушел. Остался на поле. И вот так вот пробил. И сбил с толку 10-й номер Рубина. И 9-й тоже сбил с толку. Что называется? Парная работа. Давайте еще раз насладимся этим моментом. Не то, что в тренерских качествах. Ой-ой-ой, а это же карточка. Да, это карточка. И тут по ногам получает Долженко. Как бы травму не получил вратарь. Но судя по эмоциям, очень даже больно. И Надыршин. Данил Надыршин. Ну, вы знаете, это очень неприятно для вратаря. И сейчас еще одна желтая карточка будет. И мало того, что неприятно, там... Правда, в первом тайме он был ближний к нам и справа от нас находился. Сейчас игра чуть поменялась. Какая передача и завершить надо? Галкипер обыгран. Ой-ой-ой-ой, не дотянулся. Не дотянулся 9-й номер. Тем не менее, вот такая история у этой команды. Ну, вся информация взята с различных источников. А тут еще один момент. И обыграны защитники. Долженко тоже обыгран. 2-1. Вот тебе и фактор удаленного игрока. И, знаете, не забиваешь ты, забивают тебе. И это дубль Ивана Никина. Он сегодня отличился с пенальти. И он сегодня отличился с игры. Она действительно... И вот в порыве эмоций целуют его партнеры. Как же эмоции сейчас зашкаливают у команды в зеленом. Ну, одним финтом сразу двух обыграл. ФШМ поднимется на 13-ю. Еще одна передача сквозная. Ну что ж, сравнивать надо. И снова, и снова девятый номер Рубина. Богдан Кондромашин оказывается на этом левом фланге. И снова на него идет подача. И снова он забить не смог. Ну, как же Тешкин тут двигать надо. Мяч надо искать варианты, находить партнеров, пытаться атаковать. Потому что футбол, как Евсеев говорил, конечно, не в забитии голов заключается. Но результат-то влияют эти самые голы. Еще один момент у Рубина пробить. И что ж, финальный свисток. 2-1 победа ФШМ. Поздравляем их с этим результатом. Рубину желаем, конечно, не расстраиваться, не отчаиваться. Ну, давайте все-таки отметим, что встреча по качеству была очень хорошая для обеих команд. И мы с вами ее здесь сегодня наблюдали. Думаю, никто из вас ни на секунду не пожалел. Но, собственно, это пох 싶ание.